МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Светлана Князева, глядзите у гэтым выпуском. Сбирахчу лес, лязгасы регионы рыхтуются до пожара небезпечного периода. Чистая вода – у регионе протягивается будовництва новых станций обезжалезвания. Лепшие детям – мазырские будовники одновляют установы адукации. Я Мастак – я так бачу. Творший проект для жахару региона проходит у картиной галереи Гаурейла Вашенки. А зараз об этом и иншим – больше подробязно. Синоптики прогнозуют повышение температуры по ветру. А это значит, что может снова возникнуть ситуация, когда будет увидена заборона на наведывание лесов. Что тычется самих работников Галины, то яны до пожара небезпечного периода готовые постоянно. Наши корреспонденты наведали Гомельский вопытный лесгас. Гомельская область у Беларуси самая лесистая. Лясы займают тут 45% территории. На практице это больше, чем 1 млн 600 тыс. гектаров. Это не только экология, но и важная экономичная складающая. Тем больше важно захавать лесы как от браконьеров, так и от махчимых пожаров. У Гомельским вопытным лесгасе до надзвычайных ситуаций готовые зауседы. Тут навык набыли специальный гусеничный тягач, переробленный до речи с боевой машины пяхоты, якая пройшла Афганистан. И он добро зарекомендовал себя на заболоченных глебах. Правда, сподзвучатся в лесгасе не только на уластные силы. Взаимодействие с воротовальниками повышает шансы на поспех обо двух покоу. Минимизировать эту степень возгорания, естественно, происходит какой-то, будем так говорить, дружеский контакт непосредственно для того, чтобы привлечь нашу ту же самую технику. Потому что органы МЧС не могут использовать те средства, будем так говорить, защиты, которые используем мы. Тот же самый трактор с плугом ПКЛ-70, который большой лемех, он расталкивает, не делает мирализованную полосу. Естественно, он ограждает дальнейшее распространение вот этого очага возгорания. И, естественно, люди, которые заняты непосредственно при тушении этим пожаром, им в какой-то степени идет очень хорошая помощь от нашей стороны. У вуголе мониторинг ситуации у лесным фонзе ведется постоянно. И не только с допомогой размешанных на древах фотопасток. Девять камер вида аназирания, які установлены у Гомельским в опытном лесгасе, дозволяются оперативно контролевать ситуацию на всей территории. Техника реагует на навыц самый невеликий дым. По великим рахунку, в некоторых выпадках парушальников можно затримать ясше до того, як яны прагатуют шашлыки у заборонены для наведывания лесов час. Она подает сигнал, что зафиксирована какая-то дымовая точка. И мы видим сработки по камерам. Можем открыть любую камеру и посмотреть, где это произошла сработка. И приблизить, увеличить, направить и узнать полностью градус, где находится дымовая точка. Олег Синцеров, Миколай Скинцьян, Яуген Макеенко, телерадио «Кампания Гомель». Гэтай весной многие мазырские улицы выглядают, как будовничные пляцовки. Рамонтуют дороги, тротуары и фасады будинков. Глобальная перебудова закранула и установы адукации. Как проходить рамонт в школах и детских садках, расскажут наши мазырские коллеги. Мазыр у выходец у спис за 11 городов, у яких реализуются планы по поскоранному социально-экономичному развитию. Яны включают мероприемствы во всех сферах деяностей. Як только дозволила надворья, многие улицы перетворилися у будовничея пляцовки. До рамонту приступили и у некоторых школах. З мясцового, областного и республиканских бюджетов вылучили сродки на проведение перебудов. У ВЫНИКУ 21 установа отримала махшимость вырешить суруезные проблемы. Самое серьезное, что нас всегда волновало, это техническое состояние зданий. Это безопасность нахождения детей в этих зданиях. Это старые рамы оконные. Это стены, которые уже кое-где потрескались, кое-где обрушились. Это соблюдение режима проветривания, соблюдение температурного режима. Все это влияет на жизнь дошкольников, школьников и на их здоровье. При допомозе спонсоров и батьков установы эдукации каждое лето проводили у парадок. Олег Рошей на масштабные работы было недостатково. В этих учреждениях осуществляются такие виды работ, как ремонт кровель, полностью замена оконных блоков. Осуществляется ремонт фасадов, теплореновация фасадов, осуществляется ремонт отмостки, ремонт фундаментов зданий. Кроме того, прокладываются внутренние какие-то трубопроводы, которые меняются. Ну и самое главное, что много лет мы самостоятельно работали над благоустройством территории, чтобы создать безопасную среду для детей. В этом году ряд учреждений наших попали в программу благоустройства, где действительно профессионалы смогут сделать нормальное асфальтовое покрытие, сделать нормальные нам игровые зоны, спортивные зоны, привести в порядок спортивные стадионы. Додатковые каникулы школы и выкорустовали по максимуму. Пока не было детей, тут працавали будовники. Спортивная зала 12-й школы была совсем непридатной для проведения занятков. Треба было заменить подлогу и в окны. Усяго на проведение ремонтных работ школе выделили каля 240 тысяч рублей. Школе 35 лет исполнилось, надо было уже ремонтировать, делать замену пола. Также у нас ремонт фасада проводятся работы и работы по замене оконных блоков. Деньги нам, слава богу, выделили, мы очень довольны. У нас 296 окон в этом году мы менять будем. Сами школы – зауласные сродки. Ремонтуют кабинеты, калидоры и туалеты. У 13-й школи ремонтные работы подшинаются уже на дворовой территории. Сейчас продолжается укладка асфальтного покрытия, завершается ремонт кровли. На будущей неделе планируется установка окон. В рамках субботника была проведена акция, посвященная 75-летию сотня освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, в которой приняли участие как педагоги, так и наши работники. Во время акции мы посадили более 100 деревьев. Планируем посадить еще около 50 деревьев. Прыгожая столовая, кабинет химии и зараз уже гонор школы – спортивная зала. Тут побелели столи, заменили подлогу, усталевали новое спортивное обсталевание. Обновили стены, дополнили осветление. До школьников так само не обделили увагой. Сад номер 15 практически завершил перебудову. Теплая реновация фасада, новые вокна и дах допомогут заховывать температурный режим. Ремонтные работы у школах и садках региона протягнутся. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». В регионе протягивается реализация программы «Чистая вода». Она предуглеживает у приватности и будовництва новых станций обезжелезования, каб забеспечить насельство якостной пятной водой. Так летость у Петриковским районе заявилися шесть станций. Некольки новых запустить и селита. Дмитрий Котов с подробностями. Проблема якостной пятной воды у Петриковским районе довольно остро стояла у некольких населенных пунктах. Проведенный мониторинг постановил, узровень железа, перевышая дозволенные показчики. Отповедно, уживать такую воду небеспечно для здоровья. Однако, дякающей реализации программы «Чистая вода» у большинства вёсок проблему целиком отрымалось вырошить. Летость у Петриковским районе побудована шесть новых станций обезжелезования. Кожный из них различен на обслуговании одного населенного пункта. Перевага подобных станций у сучастным обсталеваний. Усё автоматизовано, вмешательство человека не потребуется. Необходный только контроль за работой обсталевания. Его ожитивляют некольких разов на тыдень. У основным же означают специалисты, эксплуатация новых станций обезжелезования нияких проблем не выкликая. На их будовництво до речи было выдатков на 720 тысяч рублёв. Сродки парону накерованы как забластного, так и из республиканского бюджета. Сама станция с собой представляет модульное сооружение контейнерного типа, производительностью 10 метров кубических в час, которое обеспечено естественной вентиляцией и электроотоплением. Также сама станция, проектом станции предусмотрены закрытые фильтры, блок управления и технологическое оборудование. Здесь мы только, как говорится, контролируем показатели воды по содержанию железа и проверяем работу самого оборудования. Что тыжится якости самой воды, проверка проходит у выправовальной лаборатории. Замеры берут кожный день. Лаборатория аккредитована на возношение 16 покатчиков по пятной воде. Если это касается проб питьевой воды, то, как правило, органолептические показатели мы исследуем один раз в неделю. Что касается химических показателей, то некоторые из них мы анализируем один раз в квартал, а некоторые один раз в год. А что касаемо железа, то, как правило, это ежедневно, один раз смело. Реализация программы «Чистая вода» протягнется в Петриковском районе. В селетних планах – будовництво двух станций обезжалезывания в населенных пунктах Голубицы и Копцевичи. Ясшедрые должны появиться в следующем году. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район. В этот субботу 25-го Красавика в Беларуси пройдет республиканский субботник. Такое решение принято Советом министров. В этот день державные органы и организации на доброохвотной основе могут провести субботник на працонных местах або доброапорадковать территории населенных пунктов. Заробленные средства перелечат областные бюджеты. Их накируют на подрыхтовку детских лагеров и спортивных объектов, а также обновление историко-культурных каштовностей и местов боевой и воинской славы. Так 50% сродков, заробленных в Украине за 25-е Красавика, в ровных долях поделить по Межнациональным Мастацким музеям и Мемориальным комплексам на месте спаленной везки Аллау в Светлогорском районе. У картиной галереи Гаурила Вашенки открылся выставочный проект «Я Мастак, я так бачу». Это шанс для любого творчого жахара Гомельской области заявить об себе. В этом году было принято 50 работ от 40 авторов. Не смотря на то, что выстава уже открылась, любой жадающий может подать свои картины, скульптуры, малюнки, фотографии для экспозиции, незалежно от взрослого и уровня профессийной подготовки. Как и год тому, в выставе могут принять уделы жахары Гомеля и в области. Для этого нужно только принести свою работу в галерею. Ауторам не ставить никаких межев в жанрах и в формах. Однако в большинстве это живописные полотны, написанные аллеем, аквареллю и гуашу. Есть и вышитые картины. Мы даем сегодня возможность не только развернуть, представить творческую личность, но и даем ту же площадку, чтобы каждый творческий человек мог о себе здесь заявить. А потом это и сближение людей, и знакомство определенное. И как здорово, когда на эту же выставку приходят соседи, друзья, приятели этих людей. Буквально на днях приходит одна из девочек, чья работа представлена нашей воскресной студией в гостях у Тюбика. Привела бабушку с дедушкой. И когда бабушка полюбовалась работами своей внучки, вдруг она увидела одну из работ и говорит, подождите, так это же рядом работа нашего доктора лечащего. Понимаете, как это здорово. То есть, бывает, люди живут рядом с нами на одной площадке, а мы ничего про них не знаем. У першыню выстава была проведена у стенах галереи в 2019 году. Она собрала 147 творов и 87 аутеров. И на приконце выпуска про надворье. Весна на некий час покинула позиции, но вельми худкая она снова порадует нас солнечным теплом, прогнозуют синоптики. Месяцами будет пахмурно и ветрано, но без резких перопадов температуры. Завтра в регионе ждет до плюс 10 градусов. В Сираду еще на 2 градуса выше. Могчимый ветер с порывами до 16 метров за секунду. В Шацвер до плюс 14, а в пятницу до 16 градусов выше за нуль. Выходные на Гомельщине будут по-саправдным и весновым. Плюс 18 и без опадков. Это и другие новинные информации о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В рай за 200 рублей. В Чечерском районе целительница обещала помочь снять родовое проклятие семье, в которой покончил с собой молодой мужчина. Как поделились информацией в Управлении внутренних дел сестре умершего, в социальной сети пришло сообщение от незнакомки, которая уверяла, что покойник очень страдает и мечется между небом и землей. А также, что на их семью наложено родовое проклятие. Незнакомка практически задаром готова была решить эту проблему. Правда, необходимо было немного потратиться на покупку необходимых материалов, свечей и прочего соответствующего реквизита. Интернет-целительница даже устраивала сеансы общения с духом умершего за 20-25 рублей. Самый главный обряд, который должен был длиться около 10 дней, она предлагала провести за 200 рублей. Номер карточки для перечисления денежных средств прилагался. В процессе работы целительница действовала весьма профессионально. Называла факты, которые знать мог только погибший. Поверив незнакомке, родственники умершего перечислили необходимые деньги. Каждый день они получали отчет о том, как идет процесс. Им также предлагали все новые и новые услуги. Например, по акции, в кавычках, всего за 6 рублей, а не 20, можно было просканировать будущее человека по его фотографии. Были предложены и другие сервисы. В общей сложности сестра и мать умершего отдали интернет-целительнице 350 рублей. Развитию событий помешал приехавший из Москвы родственник. Узнав о переписке и перечисленных суммах, он сразу же позвонил в милицию. Уже на следующий день правоохранители выяснили, что под маской целительницы скрывался 27-летний житель Чечерска, друг погибшего. Зная все детали жизни семьи и родственников, он успешно водил женщин за нос. В отношении него возбуждено уголовное дело. Пожары по-прежнему остаются одним из основных внешних факторов смерти и травмирования людей. За выходные дни в области один человек погиб, один пострадал, двое были спасены на пожаре, сообщает МЧС. В субботу на пожаре в деревне Движки Ельского района в доме на полу спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяйки 75-летней пенсионерки. Огнем повреждена кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество внутри. Рассматриваем версии причины возникновения пожара, нарушения правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. В деревне Завидовка Будокошелевского района к прибывшим на пожар спасателям за медицинской помощью обратился хозяин дома. Пострадавшего передали работникам скорой помощи, которые наложили ему на ожоги бинтовые повязки. От госпитализации погорелец отказался. Причина пожара устанавливается. Не исключено, что возгорание произошло по вине хозяина из-за неосторожного обращения с огнем. Только благодаря бдительности соседей и оперативности работников МЧС спасены были две жизни в деревне Малой Зимовище Мозырьского района. Еще до прибытия подразделения МЧС сосед увидел, что из дома идет дым. Проник внутрь и обнаружил там гражданку, после чего вынес ее через оконный проем. Женщина была там в гостях. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения пострадавшую госпитализировали. По прибытию к месту вызова спасателей в ходе разведки на полу в коридоре был обнаружен хозяин дома. 65-летний пенсионер. Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчину также положили на излечение в Мозырьскую центральную городскую больницу. В результате пожара уничтожено кровли на площади 20 квадратных метров, повреждено имущество на веранде закопченной стены. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. За предвыходные и выходные дни сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области было выявлено более 40 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии. 77 сели за руль, не имея на то права. Также зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек получил травмы. Так, 17 апреля около половины девятого вечера 20-летний бесправник двигался на мотоцикле «Иш» без мотошлема по улице Мира в агрогородке Холмич Речицкого района. В какой-то момент, не справившись с управлением, он совершил столкновение с автомобилем «Рено». В результате ДТП мотоциклист получил травмы, с которыми госпитализированы в травматологическое отделение Речицкой больницы. В окрестностях Жлобина рыбаки обнаружили водителя-утопленника, который месяц назад позвонил спасателям на 101 сообщением, что собирается спрыгнуть с моста в реку Днепр. Работники МЧС и освода тогда провели обследование береговой линии, однако мужчину не обнаружили. Утром в минувшую пятницу на участке реки Днепр от железнодорожного моста до карьера Вирский рыбаки обнаружили труп. В настоящее время по факту смерти человека проводятся необходимые процессуальные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Сыграны очередные матчи пятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Мозриская славя встречалась в гостях с Ислачью. К сожалению, у болельщиков красно-черных матч закончился поражением Мозырян. Открыл счет на табло Дмитрий Комаровский. На 63-й минуте он реализовал пенальти. Спустя 10 минут «Волки» удвоили счет на табло. Николай Януш с голевой передачи Комаровского забил второй гол. Мозыряне попытались отыграться. На 77-й минуте Фрэнсис Нахр забил гол и сократил разрыв. Однако сравнять счет гостям не удалось. После финального свистка на табло горели цифры 2-1. После пятого тура Славия Мозырь занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе у Полишуков 7 очков. Стартовал национальный чемпионат по футболу и среди команд первой лиги. Локомотив встречался с химиком. Областное дерби завершилось разгромным поражением представителей Светлогорска. Автором первого гола в первенстве страны стал Денис Козловский. Он открыл счет на 23-й минуте, а на 36-й оформил дубль. К слову, он же возглавил список лучших бомбардиров чемпионата после первого тура. За пару минут до окончания первого тайма Андрей Соловей забил третий гол. В раздевалку локомотив ушел со значительным перевесом. На 55-й минуте новичок команды Павел Клинье реализовал атаку, а на 74-й минуте победный гол забил Илья Шабанов. По итогу матча 5-0 в пользу железнодорожников. Начали работать в своих комбинациях, установкой на игре. Ну, забили три гола в первом тайме. Ну, а второй тайм уже, как говорится, было легче играть. Погода успокоилась. Ну, и ребята кураж почувствовали. Следующий матч будет очень тяжелый матч. Футбольный клуб – хорошая команда. И… Ну, он будет интересный, я вам сразу скажу. Не знаю, какой там счет будет, как, что. Вот тут тренерские штабы, я думаю, и Гомеле наш. Нам придется поработать, кто кого обыграет. Было совсем непросто. Ну, потом, когда гол забили, соперник немножко раскрылся, нам попроще стало. Ну, и потом уже получали удовольствие от футбола. Все сложилось хорошо, мы очень довольны результатом. Еще один представитель области в чемпионате футбольный клуб «Гомель» встречался на своем поле с новополоцким «Нафтаном». Футболисты обеих команд не порадовали своих болельщиков голами. Матч закончился без голевой ничьей. Напомню, стартовали команды с минусов. Зелено-белые оштрафованы на 5 баллов, а «Нафтан» на 15. Поединок с ничьей помог уменьшить разрыв до нулевого результата на 1 очко. Сейчас у «Гомеля» минус 4, а у представителей «Новополоцка» минус 14. Хорошая игра по содержанию, по накалу, обоюдная борьба. И я скажу, что отнюдь не весенний футбол показывали обе команды. Были моменты и у той, и у другой команды. Поэтому я считаю, что результат матча, результат на табло закономерен. Дебютный матч эмоциональный. В общем-то, эти эмоции повлияли, думаю, на результаты. Повлияли на качество игры, тем более в первом тайме. Но во втором тайме немножко, скажем так, с появлением удачных моментов эти эмоции и уверенность. Эмоции уходили в сторону, а уверенность приобреталась. Ну и, в общем-то, скажем так, стандартная дебютная игра. Речицкий футбольный клуб «Спутник» весь первый круг будет базироваться в «Гомеле». Здесь же они проводят домашние поединки. В стартовом матче чемпионата речичане встречались на поле с дюшор номер 8 с футбольным клубом «Сморгонь». Открыли счет гости. На первой минуте ворота поразил Евгений Савастьянов. Второй гол болельщики увидели на 84-й минуте. Сравнял счет Виктор Лагутин. Он же вошел в топ-5 бомбардиров чемпионата. Первая игра, открытие чемпионата, поэтому такие матчи, они всегда, наверное, такие нервные. Много суеты, много борьбы, много стыков, единоборств, эмоций захлестывают и футболистов, и тренеров. Ну, если так от всего этого абстрагироваться и так трезво оценить, то, наверное, моментов было мало. Ну, мы увидели красивый гол на первой минуте. Ну, соперник, обидно, что в концовке, конечно, сравнял, но, наверное, все-таки так, если по совокупности брать, то ничья справедливый итог матча. Сегодня была, я считаю, игра характерная для начала чемпионата. Много эмоций, холодной головы в многих моментах командам не хватало. Как с нашей стороны, конечно, так и соперника, но гол в начале игры – это, прежде всего, несобранность нашего игрока, и, конечно же, очень сложно нам давалась позиционная атака. Второй тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги пройдет 25-26 апреля. А на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Николай Скинтиян. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok